С выше 380 миллионов евро получит Республика Молдова на ускорение модернизации страны, стимулирование устойчивого экономического роста, улучшение условий жизни и адаптацию климатическим изменениям. О финансовой поддержке заявили в ходе пятой конференции платформы «Партнерство для Молдовы», которую инициировали Румыния, Германия и Франция. Мероприятие состоялось в Кишиневе 17 сентября. В нем участвовали 65 иностранных делегаций. Чиновники подписали новые соглашения о финансировании. Наша страна получит гранты в размере 80 миллионов евро, а более 300 миллионов евро – это кредиты на выгодных условиях. Например, правительство Канады предложило Молдове около 79 миллионов евро. Эти деньги пойдут на поддержку уязвимых семей, интеграцию украинских беженцев в нашей стране и на переход к зеленой энергии. Еще 33,7 миллиона евро предоставит Кабмин Соединенных Штатов Америки. Из них 10,7 миллионов предусмотрено для укрепления демократических институтов, улучшения государственных услуг и продвижения независимости СМИ. 23 миллиона предлагается вложить в улучшение инвестиционного климата, увеличение экспорта и укрепление энергетической безопасности. Еще одно соглашение молдавское правительство подписало с французским агентством развития в Кишиневе. Согласно документу, наша страна получит 25 миллионов евро. Деньги предназначены для финансирования государственного бюджета для ускорения перехода к зеленой энергии, а также для поддержки реформ в сфере энергетики. Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству решило выделить 8,5 миллионов евро на продвижение общественных проектов, поддерживающих равные возможности между женщинами и мужчинами. Другое соглашение нашей власти подписались Министерством иностранных дел Норвегии и немецким агентством международного сотрудничества. Оно предусматривает финансовую поддержку в размере 20 миллионов евро. Европейский банк реконструкции и развития объявил о гранте в размере более 4,3 миллиона евро на модернизацию инфраструктуры управления отходами. Проект, который внедряется, направлен на улучшение инфраструктуры сбора, транспортировки и переработки отходов в Кагуле, Кантемире, Траклии, Камрате, Вулканештах и Чадерлунге. Европейский инвестиционный банк подписал соглашение о безвозвратной помощи, согласно которому Молдова получит грант Евросоюза в размере 12 миллионов евро. Деньги направят на реконструкцию 128 километров железной дороги на участке Волчинец, Унгены, Кишинев, Кайнарь. Еще 200 миллионов евро Европейский инвестбанк предложил в качестве кредита на расширение лесов. Позже, в ходе пресс-конференции, замминистра по политике развития Министерства иностранных дел Дании заявил, что его страна предлагает Молдове 9 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на энергоэффективность, борьбу с дезинформацией и укрепление безопасности. В конце концов, мы собираем борьбу с дезинформацией. Семьдесят пять миллионов долларов поступят из США. Финансовые ресурсы направят на укрепление транспортной системы и логистической инфраструктуры. Еще 38 миллионов долларов предоставит агентство США по международному развитию. USAID уничтожил аккордом сообщества с государством Молдова, чтобы нам осуществить 38 миллионов долларов для поддержки масс-медиа индепендентной системы. И мы надеемся, что мы получим этот факт, а также для поддержки администрации публики. Во время вторжения в Украину Путин хотел ввергнуть Молдову в хаос и катастрофу, но нам удалось сделать обратное. Молдова стала еще ближе к Европейскому Союзу. И это благодаря стойкому и сильному руководству этой страны, правительству, президенту, но особенно ее народу. Платформа де партенериат пенту Республика Молдова ищи пропуне сауферы сприжин Пентру процессу де интеграра европеана Республики Молдова, Пентру дезвольтаре ацетия в моду сустенабил, И, маалес, пентру консолидаря резилентеи сале, Инклюзив, принмобилизаря, инконтинуаре, де асистенца техника и финансиара. Единственное, что нас радует, это то, что сейчас мы находимся в ситуации, когда мы можем переформатировать платформу поддержки в платформу партнерства. Мы уверены, что преодолели самый трудный период, и теперь можем планировать на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Можем вместе с нашими друзьями подумать и укрепить демократию, верховенство закона и экономику нашей страны. Европейский инвестиционный банк выделит Молдове 200 миллионов евро в кредит на расширение и восстановление лесов. 17 сентября соответствующее соглашение заключили в рамках пятой министерской конференции платформы поддержки Молдовы. Подписи в документе поставили представители кредитного учреждения Евросоюза, Министерства финансов и национального офиса по реализации проектов в области окружающей среды. Детали рассказал министр Серджио Лазаренко. «Финансирование позволит нам посадить более 63 тысяч гектаров лесов, построить национальный центр лесной генетики и три региональных центра по производству посадочного материала и обустроить инфраструктуру для устойчивого управления лесами Молдовы. Мы предлагаем начать реализацию проекта с 2025 года». Предполагается, что инициативу внедрят до 2028 года. Министерство окружающей среды утверждает, что восстановление лесов позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 12 миллионов тонн в течение следующих 30 лет и сэкономить примерно 180 миллионов долларов за счёт снижения затрат, связанных с загрязнением окружающей среды. В рамках проекта закупят современное оборудование, проложат 265 километров лесных дорог. Планируется установка камер наблюдения в зонах риска пожаров и незаконных вырубок. Ожидается, что проект позволит создать более 10 тысяч рабочих мест в сельской местности. Потребовали отставки министра сельского хозяйства Владимира Боли. Такое требование выдвинули фермеры на протестах 17 сентября. Они устроили акцию в нескольких районах страны и выразили недовольство недостаточной поддержкой от правительства. Аграрии подчеркивают, что две недавно объявленные меры, положение помощи в размере 100 миллионов леев, а также специальный закон в связи с засухой были разработаны без их участия. Член Совета Ассоциации и Сила фермеров Серджио Стефанко заявил, что необходимы переговоры с президентом, правительством и руководством Национального банка. Не нужно садиться за стол переговоров с кредиторами. Сначала надо поговорить с лицами, которые принимают решения, а уже потом с кредиторами. Второе требование – отправить в отставку министра сельского хозяйства, потому что он уже три года занимается только демагогией, манипулирует общественным мнением и очерняет имидж фермеров. Землевладельцы требуют ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве и просят предоставить возможность для кредитования под 2-3% на срок до 15 лет. Не всем фермерам удалось попасть на протест. На выезде из села Рошу Когульского района полицейские остановили водителей тракторов для проверки документов. Правоохранители заявили, что в правах у нескольких трактористов отсутствует нужная категория. Отметим, что новые требования к вождению тракторов вступили в силу этой весной. Группу фермеров поддержал лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк. «Ребята принесли арбузы, чтобы показать, что продукция в Когульском районе выросла, а никому она не нужна. Так и живем в параллельных мирах. Боля в своем мире, а люди с арбузами в своем». Министр сельского хозяйства Владимир Боля, который находится в Бельгии, прокомментировал протест в Фейсбуке. Чиновник отметил, что на четверг пригласил фермеров на обсуждение результатов его рабочего визита в Брюссель. Там он призывал Евросоюз создать фонд солидарности и развития сельского хозяйства Молдовы. Также Боля отметил, что продолжает поиск долгосрочных решений для аграриев. В румынском парламенте вспыхнул пожар. Днем 17 сентября неизвестный мужчина разлил зажигательную смесь в сувенирном магазине. Он находится в зоне доступа для посетителей. Около 300 человек пришлось эвакуировать. Пожар быстро потушили. Злоумышленника разыскивает полиция. По предварительной информации, разгорелся спонтанный конфликт. Хотя в ходе инцидента никто не пострадал, у сотрудницы магазина случилась паническая атака. Полицейские расследуют обстоятельства происшествия. Тариф на электроэнергию, которую поставляет Энергоком, снизится на 48 банов. Решение приняли в Национальном агентстве по регулированию энергетики 17 сентября. Прец, который есть с 0,48 леи в киловатт в час, сейчас тариф составляет 2 леи 28 банов за киловатт в час. Однако после публикации в официальном мониторе уменьшится на 48 банов и составит 1 лей 80 банов за киловатт в час без НДС. В расчет принимались регулируемая цена на электроэнергию, закупаемую у термоэлектрика, 2 лея за киловатт в час, а также отклонение тарифов, зарегистрированные центральным поставщиком с января по июль этого года. Глава НРЭ Александру Урсу отметил, что снижение не отразится на тарифах для конечных потребителей, поскольку влияние принятого решения незначительно. Напомним, что потребители Premier Energy платят за электроэнергию 2 леи 34 банов за 1 кВт в час, а компания «Фея» 2 лея 84 бана за киловатт. В Молдове открылась неделя предпринимательства и инвестиций. Мероприятие «Молдова Бизнес Уик-2024» проходит с 16 по 20 сентября. В понедельник на открытии выступили премьер-министр Дарин Ричан и министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба. Глава Кабмина отметил, что бизнес – это главный сектор, способный повлиять на будущее всех жителей страны. «Наш подход заключается в том, что бизнес-сообщество является самым важным партнером для правительства в обеспечении благосостояния людей, и это конечная цель любого правительства. Какую бы политику мы не реализовывали, какие бы стратегические цели мы не ставили, нам нужно повышать благосостояние». Премьер подчеркнул, правительство стремится к тому, чтобы иностранные бизнесмены воспринимали Молдову как надежное место для размещения инвестиций. В свою очередь, министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба также призвал предпринимателей инвестировать в нашу страну сейчас, чтобы не пожалеть об этом через несколько лет. «Это хорошее место для ведения бизнеса и создания очень успешного дела с высокой прибылью. Для этого правительство выступает в качестве партнера. Кабинет министров действительно готов и открыт для того, чтобы выслушивать, поддерживать, изучать проблемы и предлагать решения, которые будут работать в интересах экономики и бизнеса». В рамках «Бизнес-недели» запланировано 17 мероприятий, посвященных стратегическим секторам экономики – от сельского хозяйства и пищевой промышленности до технологий, туризма и недвижимости. Их проведут в Кишиневе, Бельцах, Унгенах и Единцах. Ожидается, что участие примут не менее тысячи представителей бизнеса и инвесторов. Они будут обсуждать инвестирования и возможности сотрудничества, которые открываются для Молдовы с началом переговоров о вступлении в Европейский Союз. Субтитры создавал DimaTorzok